ВМЗАП слушаю вас. Да, мотор? Приезжайте, ждем вас. ВМЗАП слушаю вас. Да, мотор? Приезжайте, ждем вас. ВМЗАП слушаю вас. А, тёщенька, категорически тебя приветствую, моя дорогая. Обзор посмотрела. Машину купила? Санта-Фе? АХ-35? Ну слушай, надо приехать, мы посмотрим обязательно. Приезжай, во сколько сможешь? Так, 18.00. Все, ждем, будем проверять. ВМЗАП слушаю вас. Добрый день, дорогие друзья. Вы снова на канале ОМЗАП. И с вами я, Роман. Сегодня к нам в руки попал на обзор этот автомобиль АХ-35. И для тех, кто с ним не знаком, скажем пару слов об этой модели. Эта модель является предшественником автомобиля Хюндая Туссан. Вернее, это один и тот же автомобиль, только второе поколение его у нас продавалось под названием АХ-35. И впервые это поколение увидело свет 3 сентября 2009 года на выставке во Франкфурте. Ну и пока мы не заехали внутрь цеха на подъемник, давайте-ка посмотрим на состояние лакокрасочного покрытия этого автомобиля. Мы не будем нести дичь про его толщину и качество, скажем лишь одно. То, что вот данный автомобиль, который был куплен в начале 2013 года, а выпущен в 2012 году, ну на нем совершенно никаких дефектов, которые связаны с плохим лакокрасочным покрытием, отсутствует. Все дефекты только вызваны тем, что владелица где-то поцарапалась или потерлась. Ну и, соответственно, ржавчины здесь мы не обнаружили. Хотя, конечно, имеются сколы, но если сравнивать с другими моделями и автопроизводителями, в данном случае автомобиль 2013 года, ну находятся практически по краске в идеальном состоянии. Вот даже где-то и есть вот эти скольчики маленькие, вот они, видите? Их тут практически не видно. Весь кузов в очень хорошем состоянии. Даже там, где есть повреждения, ЛКП ржавчина там не выступает. И еще хочется отметить одну немаловажную деталь. Весь низ автомобиля защищен пластиковыми накладками, что позволяет избежать повреждений и царапин, даже если вы там близко паркуетесь к какому-то высокому бордюру. Поскольку этот автомобиль не новый, да, и этих автомобилей достаточно большое количество, то подробно останавливаться на размерах и содержании внутренностей автомобиля мы не будем. Скажем лишь то, что нам понравилось с первого раза. Здесь есть коврик, но самое интересное, видите, вот эти ниши? Это для полочки. Вы можете туда ее положить. Молодцы дизайнеры. Просто и со вкусом. Мне понравилось. Ну и так, по пластику. Автомобиль достаточно хороший и надежный пластик тоже. Ни броский, ни маркий. Вот за все 7 лет эксплуатации, да, причем она была не такая уж там и жесткая, там они картошку и эти самые кирпичиные блоки не возили. Ну, поцарапан за 7 лет, понятно. А так внешне автомобили выглядят очень даже достойно. Так, садимся, поедем на новую территорию. Там слишком близко. Вот эту дичь нужно снять обязательно. Это вот... Никогда не пользуйтесь такой штукой. Опа! Кстати, салончик выглядит совсем неплохо для 2013 года. Конечно, понятно, что это здесь не ЖК. Экраны сенсорные, хотя здесь тоже какой-то простецкий. Понятно, что машина 2013 года. Вернее, она модель 2012 года, куплена в 2013. Так, а на механике я не ездил уже 300 лет. Сцепление выжнет? Да. Да капец, это позор. Так. Тебе сзади не натик? Нет. Вот тут есть такой рычажочек. О, рычажочки. Все, разобрался. Простите меня, пожалуйста. Нет, я ездил на механиках, но здесь слишком короткий ход этого стопора, который фиксирует, блокирует включение задней передачи. Как все-таки быстро отвыкаешь от всего плохого и привыкаешь ко всему хорошему. Немножко неудобно здесь это сделано, конечно, решение. Но, опять же, если ты на этой машине ездишь 8 лет, я думаю, успел привыкнуть ко всему. Что-то погромыхивает в салоне, но багажник там вроде был пустой, но что-то где-то какие-то сверчки завелись. Здесь система кондиционирования, не климат-контроль, хотя есть разные комплектации, но в данном конкретном случае у нас просто система кондиционирования. Динамика, кстати, достаточно хорошая. Не сказать, что, конечно, спортивная, понятно, от машины требовать этого не стоит, но не тошнит. Здесь 150-сильный мотор, двухлитровый бензиновый двигатель. Пластик, кстати, вот для 2013 года все действительно здесь хорошо и неплохо. Нет такого откровенного дешманства, которое там присуще в таких машинах, вот там совсем низкого дешевого класса, где там все это гремит, трещит. Здесь хоть и пластик, но хороший достаточно. Не вызывает какого-то чувства отвращения. Все хорошо и нормально. Теща явно ездит и получает удовольствие от этого автомобиля. Вот даже есть за что подержаться. Удобно достаточно. Ну и достаточно тихо в салоне. Каких-то шумов мы откровенных не замечаем. Если, конечно, проехать там по Гравию, движуха начинается не вовремя. Нет, у камеры заднего вида тоже неудобно. Я что-то придираюсь прям к машине. Того не хватает, этого не хватает. Все здесь есть, все хорошо. Вот заодно опять сверчки, если можно так вот услышать. Камера запишет звук. Ну это может быть дверь задняя. Люфти. Потому что так торпеда не трещит, не скрипит. Ничего такого тут не слышно. Да и руль удобный. Эргономика тоже достаточно хорошая. Посадка удобная. Первые впечатления от этого старичка, бодрячка. Очень даже неплохие. Вот уже и заднюю привык включать нормально. Все хорошо, все ровно. Панель приборов тоже достаточно удобная и эргономичная сделана. Видите, пробег на машине сейчас 64 177 километров. Пробег реальный, не скрученный. Тут это стопроцентная гарантия. И достаточно удобно сделаны вот эти указатели температуры. И количество топлива в баке. У нас получается открыта дверь передняя. У меня же горит индикатор. Ну как? Нет, еще раз. Сильнее. Вот мы эти самые это. Гремит чего-то. Вот пойдемте-ка еще раз проверим. Проедемся. А то там дверь гремит. Ага. Сверчки появились. В голове сверчки появились. Нет, все равно. Ну, конечно, тише стало. Но есть характерный звук сзади от задней двери исходит. Но почему-то она не запищала, кстати. Да? Есть нюанс такой, что если бы это... Вот на современных автомобилях, если ты начинаешь движение, и у тебя дверь не закрыта, она у тебя пикать будет. Либо каким-то образом тебе сообщит о том, что у тебя не закрыта дверь. Потому что ездит так достаточно опасно. А здесь же автомобиль проигнорировал. Звуковые сигналы все. Хотя индикация там горела. Но лампочка, не лампочка, а вот этот значок автомобильчик очень маленький. И то, что дверь открыта, заметили только тогда, когда машину припарковали, стали рассматривать эти приборы более подробно. Слушайте, я фигню какую-то занимаюсь. Тут нет никакой штуковины. Все тут нормально работает. Вот что значит ездить на чужих автомобилях. Привык к одному своему. Там все понятно, все просто. Здесь же то одно, то другое. И пытаешься, самое главное, с умным видом рассказать. Давайте откроем капот и заглянем под него. Посмотрим, в каком все состояние находится. В целом, все достаточно неплохо. Данные автомобили оснащались двумя типами двигателей. Это бензиновый и дизельный. Бензиновый G4 KD и дизельный D4 HA. В данном случае стоит бензиновый мотор. С ним владельца ничего не делала. Единственное, что она очень трепетно относится к автомобилю. И масло она меняла каждые 7-8 тысяч. Единственное, только первый раз, первое ТО, когда машина была еще на гарантии, она поменяла, как положено, в 10 или в 15 тысяч. После этого она меняла масло каждые 7-8 тысяч. Какое масло, мы скажем чуть отдельно. Ну и поскольку эти типы моторов бензиновые страдают от задиров и славятся тем, что у них ресурс до капитального ремонта порядка 80-150 тысяч, и после этого появляются задиры на стенках цилиндров, мы хотим заглянуть с помощью эндоскопа внутрь цилиндра и посмотреть их состояние. Давайте же сейчас с вами это и сделаем. Первый цилиндр. В принципе, свечка хорошая. Не видно на них. Сухая самая главная, видите? Резьба тоже в таком же состоянии. Резьба сухая, все сухо. Третий, обычно задиры у них третий и четвертый цилиндр, но третий тоже хорошая свечка, видите? Резьба сухая. И изолятор свечи тоже хороший. Пробоев от высоковольтных проводов, нету здесь наконечников, тоже все хорошо с изоляторами. Зажигание работает отлично. Сейчас четвертый цилиндр вытащим. Ну, то же самое. Все у нас хорошо. Теперь дадим двигателем немного остыть, потому что, если в горячий двигатель засунуть эндоскоп, он у нас выйдет из строя. Двигатель должен быть холодный. Для этого вставляем градусник. Не ждем, пока температура опустится до приемлемой. А пока у нас остывает двигатель, давайте поднимем автомобиль на подъемнике и посмотрим, в каком состоянии находятся днище автомобиля и подвеска. Вооружившись специальным инструментом, давайте-ка заглянем и подергаем за саренблоки и за рычаги. И параллельно с этим отметим то, что днище автомобиля и пороги, в частности, защищены пластиковыми накладками, что обеспечивает хорошую сохранность покрытию и нет пескостроя, как в других автомобилях, у которых этого нет. В целом, в принципе, и под днищу, даже если пробежаться, особых косяков и каких-то там следов ржавчины катастрофической нет. Давайте заглянем внутрь. Слушайте, ну, для модельного года 2012, когда там выпустили, в 2013 году хорошо ее купили, начали эксплуатировать, днище практически в идеальном состоянии. Тут, скорее всего, антикор был сделан дилером при продаже автомобиля, и после этого владелица, кстати, владеет автомобилем дама, вот, не мужчина, соответственно, относится по-женски к автомобилю, очень его любит, холит и лелеет. Но она еще повторно антикор не производила. То есть здесь все, как было, от дилера уехало. Ну и надо отдать должное то, что корейцы подтянулись по сравнению с машинами, которые там в 90-х годах выпускались, эти сейчас в очень хорошем удовлетворительном состоянии. Вы посмотрите, прям ни ржавчинки даже нету, что не может не радовать. Автомобиль, да, отметим же, опять же, видите, переднеприводный. Ну, чем проще конструкция, тем меньше шансов, что она сломается. Соответственно, здесь сзади просто небольшой подрамник с рычагами. Пробег 60 тысяч, повторюсь, машины эксплуатируются круглый год, но в основном летом это езда на дачу, зимой редко в магазины выезжают. Сайленблоки все живые. Посвети, пожалуйста, с этой стороны. Вот на сайленблок посмотрите. Нет, он тоже в хорошем состоянии. Видите, трещин нету, нерваный. И этот тоже у нас хороший. Все родное, здесь ничего не менялось. Давайте посмотрим вот эти рычаги. Да нет, тут все цело. Ну и для того, чтобы сама резина износилась, до 60 тысяч недостаточно большой пробег. Но по времени, сколько там получается, то 8-7 лет на автомобиле. Все живо и хорошо, стойки задние живые. Здесь тоже. Колодки, скорее, она поменял один раз всего лишь. Сейчас диски посмотрим, там снаружи. Амортизаторы сухие. И левый, и правый. Сухой. На шлангах тоже никаких трещин, расстрескиваний нету. Ну, живая машина. Хоть снизу, конечно, там покрылись пятнами, но то, что не было обработано антикором, да и эта балка сгниет. Не знаю, после второго пришествия. Выхлопная система тоже, кстати, живая. В хорошем состоянии. Кое-где там поцарапаны снизу, но это все живое и хорошее. Но мы когда ехали, в подвеске стуков никаких не было. Рейка живая абсолютно. Ничего не стучит, не гремит. Наконечники в идеальном состоянии. Гофра, возможно, начинает подсекать, но это не слышно. Вот здесь потемнение небольшое. Но тоже пока вроде особо жалоб на это нет. И обратите внимание, двигатель весь сухой. И коробка тоже сухая. Все сальники живые и на месте. Ничего не течет и не капает. Стабилизатор тоже. Стоечки в хорошем состоянии. Все живое. Шарики тоже целые. Ничего не люфтит, что не может не радовать. Но вообще это поколение автомобилей пользовалось достаточно хорошим спросом. Нет, тоже люфтов никаких нет в подвеске. 64000. 2013 год. Передний привод с кондиционером. Что еще нужно для полного счастья. Ну и тормозная система. Диски, конечно, подтерты. Здесь есть кромка небольшая, но походят еще. Это передняя. Пойдемте на задняя. Посмотрим. Ну, задняя чуть похуже, но тоже живые нормальные диски. Там есть царапки. Но поскольку пробег не очень большой и эксплуатируется не очень интенсивно машина, большие грузы она не перевозит. Состояние очень даже приличное. Так что давайте опустим вниз подъемник и все-таки заглянем внутрь. Конструктивной особенностью данных двигателей как КД, так и ИНА является то, что блок здесь алюминиевый, а цилиндры вплавленные, они чугунные. И проблема возникает в том, что образуется задирка в этих двигателях на пробеге порядка 80-150 тысяч. Что достаточно маленький пробег и маленький ресурс получается у этих моторов. Но поскольку мы давно работаем с корейскими автомобилями, мы научились ремонтировать эти блоки. У нас есть токарный цех, мы их гильзуем, растачиваем и после нашего ремонта блоки ходят уже более 100 тысяч. Но во всяком случае, к нам еще пока ни один не вернулся с какой-то претензией, либо с тем, что у него обратно появились штуки на холодную. А задиры откуда берутся? Это вопрос хороший, на который до сих пор однозначно никто и не ответил. Но если взять мировую статистику, то вот такие проблемы с двигателями, с задирами, есть только на территории Российской Федерации. Потому что ни в Европе, ни в Америке таких проблем массового характера они не носят. Потому что если бы это было, то мы бы наверняка из средств массовой информации узнали бы об отзывных компаниях, которые проводит производитель по задирам блока. Однако этого нет. А с чем это может быть связано? По нашему мнению, это может быть связано с тем, что программное обеспечение этого блока рассчитано на экономию топлива. И, соответственно, работает этот двигатель с бедными смесями. Что приводит при этой работе к повышению температуры в камере сгорания. Соответственно, если вы используете не очень дорогое масло, то это масло имеет свойство как ослаждаться в виде нагара. И как на днище поршня, так и на стенках камеры сгорания. И в дальнейшем при работе эти частички этого нагара откалываются и попадают между днищем и стенкой цилиндра. Так, по всей видимости, и образуются эти задиры. Потому что других вариантов объяснить, из-за чего они происходят, ну, крайне сложно. У вас, наверное, возникнет второй вопрос. Какое же масло использовать при этом? Здесь тоже вопрос достаточно сложный. Потому что машина находится в сегменте таком недорогом. Она не премиум класса. И вряд ли готовы владельцы выкладывать там по 8-10 тысяч рублей за банку какого-то там супер-купер элитного масла. Существует классификация масел, естественно. И основная, как многие думают, это вязкость масла. Но на самом деле не вязкость масла является определяющим при использовании этого масла в моторе. А химический состав этого масла. Потому что этот химический состав зависит от требований экологичности, которые предъявляются к этим двигателям. И к тем системам, которые обеспечивают необходимые классы экологичности. Такие, как там катализаторы, сажевый фильтр на дизелях. Либо это турбины. И, соответственно, если у вас мотор оснащен всеми этими атрибутами, для этого используется специальное масло. У него есть специальный индекс SN, SG, CN. Даже сейчас есть. А вязкость это вторичная. Вязкости вы используете только от температуры, которая на улице находится. Зимой там можно погуще масло, зимой летом погуще, зимой пожиже. Поэтому принципиальное значение 5,30 или 5,40 здесь нет. Главное, чтобы у вас масло проходило по химическому составу, который рекомендована в вашей сервисной книжке. И, соответственно, нужно еще следить за интервалом замены. Потому что в сервисной книжке написана сноска, что если у вас тяжелые условия эксплуатации, к которым относятся частые короткие поездки, не более 25 километров за один раз, и частые работы на холостом ходу, то масло рекомендуется менять каждые 7 или 8 тысяч километров. Вот интим не нужно пренебрегать. Ну и, соответственно, от качества топлива тоже многое зависит. Если у вас, допустим, дизельный двигатель, а вы используете топливо с большим содержанием серы, то при работе, при сгорании этого топлива образуется серная кислота, которая разъедает это масло, уменьшает его ресурс. Соответственно, точно так же негативно сказывается на работоспособности как масла, так и двигателя. В бензиновом моторе также к качеству топлива тоже предъявляются свои претензии. Но сейчас, слава богу, с бензином больших проблем не возникает. Поэтому здесь использование хорошего масла рекламировать никого не будем. Это вы уже сами решите, как вам по финансам, какое масло вы используете. Самое главное, регулярная замена этого масла каждые 7-8 тысяч километров. По поводу используемого масла. Вот здесь фендаевское масло, но это, правда, для дизельных двигателей. Здесь тоже, видите, специально написано дизель-энжин-ойл и специально для двигателей с сажевым фильтром DPF. А обозначение класса масла, вот оно, здесь указано С3. И дальше идет вязкость 5,30. Но основное внимание нужно обращать именно на эту цифру С3. И у вас в сервисной книжке должно быть написано рекомендуемое неиспользуемое масло, которое производитель рекомендует и гарантирует, что на этом масле двигатель будет работать. Но опять же, межсервисный интервал. Читайте внимательно мелким шрифтом, что написано в сервисной книжке. А что думаете вы по поводу использования масел для корейских двигателей? Пишите в комментариях. Будем интересно очень почитать, что вы думаете по этому поводу. Итак, у нас первые и четвертые цилиндры находятся в нижней мертвой точке. В них и посмотрим. Вот нищий поршня. хороший цилиндр. Ах, собаки, а! Ну, все-таки маленькие-маленькие, совсем начинающие присутствуют. Видите? Но это не страшно. Разворачиваем. Здесь практически нет ничего в хорошем состоянии. Смотрим четвертый. Поршни чистенькие, видите? Нагара практически нету. Ну, что со стенкой? Появляются. Но не критично еще. Но все равно 60 тысяч, да? в другую сторону давайте посмотрим. Вот они, красавцы. Какое масло не заливай, как часто его не меняй. Все равно видите, вот эти вот куски нагара, небольшие, которые на поршне тут все-таки присутствуют на днище в конце. Да, вот даже здесь вот видно. Вот они. А здесь с этой стороны задиры есть. Ёлки-палки, что ж такое, Четвертый цилиндр, да? Вот они. Здесь задиры даже вон хон снят. Так что надо готовиться к ремонту двигателя. К сожалению. Сейчас еще посмотрим на остальных. Это мы смотрели как раз задиры на горячей стороне. так, опустили мы второй, третий цилиндр вниз. Сейчас второй цилиндр. Поехали. Вот здесь какие-то пятнышки небольшие, масляные. Ладно, давайте посмотрим на стенку. Это холодная сторона, но тоже, видите, начинаются задиры. Всем хорош автомобиль. Мотор бы еще ходил побольше, цены бы ему не было. Это вот горячая сторона у нас. Здесь пока все хорошо. Относительно Hyundai, конечно, и Kia. Первый, второй цилиндр незначительные задиры, только-только начинаются. На четвертом там уже сильные. Третий цилиндр смотрим. Это опять холодная сторона, тоже есть небольшие задиры начинаются. Но здесь сильнее, чем на предыдущем, на первых двух. Видите? Давайте развернем, посмотрим на горячую сторону. Но здесь тоже незначительные. Самая большая проблема это четвертый цилиндр. А так мы надеялись на чудо, но его, к сожалению, не произошло. Ну что, к сожалению, вынуждены констатировать, что двигатель при смерти. Кто будет звонить владельцу? На кого? На кого ляжет такая тяжелая ноша? Ладно, придется мне, наверное, сказать и расстроить хозяйку. Ну ладно, не будем о грустном. Зато в остальном все хорошо. И кузов в прекрасном состоянии, и днище идеальное, подвеска тоже живая. Да. Ну и подводя итог сегодняшнего обзора, можем сказать следующее. То, что на вторичном рынке этот автомобиль оценивается от 600 до 900 тысяч в зависимости от состояния и комплектации. Ближайший его конкурент это Kia Sportage. Это в принципе автомобили сделаны на одной платформе. И если у вас есть такой автомобиль, то вы в целом, конечно же, скорее всего, им довольны. Но у этого автомобиля существует один большой недостаток, и это двигатель, в чем мы с вами сегодня смогли убедиться. Как ни жаль, как ни уберегайся, на пробеге в 64 тысячи и при достаточно частой замене масла, которое там проводилось 7-8 тысяч километров каждые, в четвертом цилиндре мы обнаружили с вами задиры. Как с этим бороться? На этот вопрос вам никто ответить не сможет. Ну а вы пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. До новых встреч в эфире.